Муза рукоделия В прошлой части я сделала большую работу, перепрошила волосы куклы. Если вы не видели предыдущую часть, то можете найти ее в описании под этим видео. Я уже подготовила куклу к сегодняшнему макияжу, спрятала волосы и тело под трикотажной тканью, зафиксировав их с помощью булавок и вот таких канцелярских резиночек. Лицо у куклы чистое, но на всякий случай я его обезжирю с помощью жидкости для снятия лака на основе ацетона и ватного диска. В качестве базы под макияж я буду использовать клир. Для начала нужно хорошенечко его встряхнуть. Внутри находится шарик. Снимаем крышку и наносим на расстоянии 30-40 см. Желательно это сделать на лестничной площадке, так как он немножечко токсичен. На первом этапе необходимо выполнить эскиз будущего макияжа. Я буду делать это с помощью обычного, хорошо заточенного, простого карандаша. Также мне понадобится небольшой кусочек ластика и кисточка вея для того, чтобы убирать лишние крошки ластика. Сперва я намечу глаза, а после линию бровей. Я уже закончила с глазами. Кисточкой убираю лишний ластик. После предыдущего макияжа у меня остались брови, поэтому ничего не остается, как рисовать новые брови на фоне старых. Я беру акриловые краски, у меня вот такие сонет. И сейчас закрашу белки глаз. Конечно же нужна белая краска. Вот она. Кроме того, я беру палитру, тоненькую кисточку, вот такую, и водичку. Выдавливаю краску на палитру. Влажной кистью набираю краску и рисую. А пока высыхает краска, я покажу вам свои мелкие покупки. Во-первых, я купила себе новый штамп для стемпинга. Давно его хотела. Он прозрачный. Вот так выглядит. Мягенький. И очень удобно. Мой старый штамп выглядел вот так. Он уже изношенный. И очень неудобный, так как когда мы переносим рисунок на ноготь, мы не видим, в каком он положении. Прозрачным штампом теперь мне будет намного удобней. Сверху можно будет видеть, как располагается рисунок. Кроме того, он большой. Можно будет переносить рисунки на большой ноготь. В общем, мне он очень понравился. Мягенький. Я его еще не пробовала, но думаю, что он очень хороший. Кроме того, приехал новый скребок. Я пользовалась обычной кредитной картой старой. Ну, мне было удобно. На этом же сайте я заказала себе новые кисточки. Хотела попробовать, что они из себя представляют. Они под номерами 1, 2, 3. Разная толщина. Они предназначены для росписи на ногтях. О, видите, уже отлетают. Впрочем, вот такая трубочка плотная. И в нее вставляются стержни. Сама кисточка сразу видно. Синтетическая. Я еще не пробовала рисовать ими. Но, в крайнем случае, я их обрежу. И буду рисовать ими какие-то узоры на одежде кукол. В общем, цена у них дешевая. И выглядят они соответственно. Также я заказала себе вот такие милые Hello Kitty стикеры. И в ближайшем времени, я думаю, вы увидите их у меня на ногтях. Сейчас я буду рисовать акварельными карандашами. У меня вот такие Faber Castell Albrecht Dürer. Розовым карандашом я выделяю уголки глаз и нижнюю часть. Контур глаза обвожу темно-коричневым карандашом. И сразу наведу радужку. Светлым карандашом навожу веки. И сделаю естественные тени под глазами. Короткой пушистой кисточкой все это хорошенечко нужно растушевать. В технике водная акварель я буду сейчас раскрашивать зрачки. И для этого возьму карандаши акварельные попроще. Кахинор. Здесь у меня 18 цветов. И в основном мне понадобятся зеленые цвета. Я выберу все, которые у меня есть. Вот темный, например. Им сейчас я буду делать ободок. Опускаю тонкую кисточку в воду. И набираю пигмент непосредственно с грифеля карандаша. И обвожу радужку. Теперь возьму карандашик посветлей. И раскрашу радужку внутри. Черные зрачки я нарисую с помощью черной акриловой краски. И кисточки. И немного высветлю радужку внизу. Черным карандашом подвожу верхняя века. Нижняя. Темно-коричневым карандашом рисую брови. Самое время навести тени. Для этого я буду использовать сухую художественную пастель. Вот такие цвета я отобрала. И с помощью канцелярского ножа сейчас настружу на обычный лист бумаги. Сначала сделаю контуринг. Для этого смешиваю вот эти три цвета. Наношу на скулы. Подбородок. И по линии роста волос. Кисточкой чуть меньше я выделяю тени над глазами. Чистой кисточкой я высветляю все места, которые я не затеняла. Это щеки, носик, верхнюю часть губы и лоб. Большой кистью убираю все лишнее. Добавляю немного красного цвета для того, чтобы сделать румянец и щечки. Убираю остатки. Рисую веснушки. Рисую губы. Рисую губы. Белой акриловой краской с помощью дотса ставлю блики на глазках. На радужку наношу глянцевый акриловый лак, чтобы глазки блестели. И совсем немного на губы. В качестве финиша закрепляю полностью весь макияж матовым акриловым лаком Идея. И вот такой результат моей сегодняшней работы. Я надеюсь, что лицо Рапунцель вам понравилось. Если да, не забывайте поставить лайк под этим видео. Мне будет очень приятно. Ну что же, на этом я буду с вами сегодня прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока!